Всем привет, друзья! Мы на улице, чуть не сказал на улице эмигрантов, на улице Благодать. Есть такая штука. Встретились, объединились друзья детства. Жеки Киселёва, путешественник по всему миру. Он только что приехал из Сингапура и всё. И Катя Салматова. Тоже путешественник. Путешественник конкретный. Наверное, за последний год ты, наверное, проехала... Сколько полётов, например? Ну, если каждую неделю по два рейса у меня, то... Сколько? Ты собираешь скай-майлы? Ну, я же летаю бесплатно. Мне не нужны скай-майлы. Друзья, человек летает бесплатно уже сколько? Пять лет? Шесть. Шесть лет бесплатно по всему миру. И более того, ей ещё платят огромные бабы. Ну, не огромные, но пойдёт. Ну, пойдёт. Но за пять лет, наверное, не будем считать, но если она теперь работает... Ладно, начнём с того, что Катя Салматова является стюардессой на самую гигантскую компанию в мире. Да, United. United. Объединённая компания. Это у вас было видео, вы попали в не очень хорошую репутацию, вы избили пассажира. Ты лично? Да, я лично избила. Я жучу. Как вы выхлёбываетесь в этой ситуации? Или что это было? Ну как, потихоньку выхлёбываемся. Дело в том, что у всех всякие инциденты просто у нас дольше оно и чуть хуже получилось. Хотя, если честно, это не мы были, но это был Chicago Police, во-первых. Во-вторых, это был на United Express, это вообще другая компания, но получилось, что на нас всё упало. Да, репутация была плохая. Всё равно у нас уже только три компании, куда денете, все вы денетесь. Но если хотите куда-то лететь, вам нужно либо United, либо Delta. American Delta и всё. Итак, Катя, расскажи, мы друг друга знаем с какого-то детства, с 1999 года, да? Мы росли с такого детства. Сейчас Катя... До такого детства. Да, да, ещё продолжаем расти. Катя путешествует по всему миру уже пять лет, выбралась в Сакраменто. Я даже спросил, Катя, тебя не тянет сюда? А что ты сказала? Я сказала, нет. И она даже сказала, что здесь делать? И я задаюсь вопросом, что здесь делать? И мне интересен этот взгляд, потому что много эмигрантов у меня смотрят, надо ломиться в Сакраменто. А вот давайте послушаем. Здесь, я думаю, здесь для семей, для эмигрантов очень хорошо. Здесь не скучно, здесь хорошая коммуникация, но мне нравится в Нью-Йорке. Сколько ты уже живёшь в Нью-Йорке? Пять лет. Пять лет? То есть, скажи, вот сравни в одном предложении, какая разница Сакраменто и Нью-Йорк? Там просто веселее, во-первых, машины нет, очень классно. Разве это классно? Да. То есть на метро села? Пешком всё на метро. Там просто жизнь совсем по-другому. Через дорогу перехожу, у меня магазин, пошла, купила продукты. Пошла опять через дорогу. А ты живёшь в самом высоком городе? Или где-то? Да, я в Брокленне живу. Это такие частенькие домики, красивые. Да, да, да. У меня вообще дом очень огромный. Три этажа, девять комнат. У нас там живёт десять человек. Все стюардессы? Нет, нет, нет. Просто ром-мейт? Угу. Круто, весело. Все молодые очень хорошо живут. А с кем ты тусуешься? Вот ты в Нью-Йорке... С домом. Ну то есть у тебя окружение твое англоговорящее или русскоязычное? Нет. В русских вообще друзей это там. Ну в Нью-Йорке вообще есть где-то на Брайтон-Бич? Я слышал там русская речь. В Брайтон-Бич, кстати, очень интересно. А чем? Да, да. Надо будет съездить. Это такой русский коммерик, вот он в 90-х годах уехал из России и там же остался. В России, только в Нью-Йорке. Да, это было... Бабушки сидят, там пирожки продают вокруг магазина. Серьёзно? Да. Круто. Ну то есть ты в Штатах как давно живёшь? Эээ... 27? 27 лет. То есть ты чистая американская? Да. Чистая вода. Приехала ты из Майкопа? Да. Другие дорогие... Как это... Майкоп это как называется? Адыгея? Ну да, Адыгея. Ребята, если вы... Это ваша землячка. Поддержите её лайками. Кстати, перейдём как мы переключимся. Это что я вижу, тут уже машина приехала. Как за тобой можно следовать, искать? На Инстаграме где-то есть? На Инстаграме, да. Катакака. Да. Окей, я тебе скину посылку. Скажи, самые интересные места где ты путешествовал? И куда твои рейсы вообще вот такие сейчас? Вообще, мне очень нравится Израиль. Телавив очень люблю. Просто, просто. Испания мне очень нравится. Где ещё? Хонг-Конг. Обалдеть. Просто Хонг-Конг. Это высочезный город который? Да, да, да. Вау. Очень красивый, такой очень... Like, it's so busy, it's so fun. Что мне ещё нравится? В Австралии нравится, да. А вот если бы ты... Вот у тебя выбор, жизнь только здесь. Вот какой город бы ты выбрала, чтобы жить в следующие 10 лет? Или страну? Наверное, в Телавиве. Серьёзно? В Телавиве? Угу. То есть, вы когда тюардесс высаживаетесь, сколько у вас времени там потусоваться есть? Смотря какой рейс. Обычно, если интернашнл, то мы там 24 часа. Получается, смотря куда. В Европу, например, мы прилетаем утром. У нас весь день и улетаем в следующее утро. А в Азию, когда летаем, то получается, наоборот, мы утром улетаем, ночью прилетаем. Весь день и ночью опять улетаем. То есть, у вас день есть потусоваться? Да, да, да. А ночуете вы в гостинице от компании, которая предоставляется? Да, да, конечно. То есть, компания вашими друзьями, вот этими стюардессами? Да, все. А как стюардесс мальчик называется? Стюардесс? Стюард? Стюард, я не знаю. По-английски как? По-английски? Флайритендент. Ну, вообще. Вы с ними тусите, развлекаетесь? Ну, я не смотрю как. Потому что мы работаем каждый раз с новыми стюардами. А, окей, меняется коллектив. Да, да, да. Бывает такое, что познакомишься с одним, ну, с человеком, и больше его не увидишь никогда. Или увидишь там через... Знаешь, что мне прикольнуло? Вот в Соединенных Штатах, что я не вижу в европейских, в наших странах, бывших СНГ, работают абсолютно разные стюардессы. Кому-то 60 лет, и она работает, улыбается. Так они работают еще с тех лет, как начинали. Вот. Как так? Почему нет у нас на родине такого вообще понятия нет? Потому что, во-первых, правила изменились, теперь нельзя... Увольнять по возрасту. Увольнять по возрасту. Во-вторых, работа очень хорошая и легкая. И платят, особенно, как дальше работаешь, платят очень хорошо. Смысла нет уходить. Прикольно. Я имею в виду... Там работаешь, получается, когда под самый конец... Ну, как бы, долго если работаешь, там у нас есть 30-50 лет работают уже. Прикольно. А скажи, Катя, как долго... То есть, ты сказала, высоко поднимает, с опытом, с стажем... Женщина, допустим, 57 лет, и она работает. Сколько она в среднем может получать? Я считаю, в компании... Смотря сколько летает. Получается, у нас... Летаешь сколько хочешь. Можно летать в месяц 40 часов, можно 250. Вау. Получается, если ты получаешь там... По часовой, короче, работать. 60-70 долларов в час, то, наверное, можно получать. Много работать. Но работать считается только часы полета. Получается, я могу 3 дня проработать 18 часов. Это, например, у меня с Нью-Йорка в Италию. 3 дня в 18 часов. Или я могу с Нью-Йорка в Фонг-Хонг 4 дня 30 с чем-то часов, получается. То есть... А чем дольше работаешь, тем лучше рейсы можно работать. Так что... Да, можно нормально работать. Ну, ты себя уже зарекомендовала. Ты можешь выбирать рейсы, или... Я сейчас выбираю, да. Да, да, да. Амин, у меня как бы... Я еще мало работаю, по идее. У меня то, что остается, получается. Иногда получаются хорошие рейсы, иногда приходится то, что есть. Вот, Катя, на тебя смотрят сейчас люди, которые мечтают стать стюардессами. Вот, что нужно предпринять? Как стать стюардессой? Во-первых, я бы сказала, если вы мечтаете стать стюардессой, то лучше идите на пилота. На пилота? Почему? Потому что обалденная работа. Дорого начать, конечно, потому что выучиться где-то 90-100 тысяч выучиться. Но зато через 5 лет уже будете получать очень хорошо. А в среднем сколько пилота получают в год? 300 тысяч. 300 тысяч? Изи, изи. Это крутой дом на антилопе за год. И сейчас очень много нужды, кстати, надо. Серьезно? А ты не хочешь учиться? Хочу. Серьезно? Хочу уже начинать в этом году. А вот, верно, если приземлиться на стюардессу, куда надо учиться? Что надо делать? Учиться не надо вообще никуда. Просто идите на интернет и делайте uplife. Есть American. Я бы не советовала идти на Express, потому что Express мало платят и правила не такие хорошие. Лучше идти на Major Airlines. Это United, American, Delta. Можно JetBlue. Alaska, по-моему, сейчас American сходится. Hawaiian. Короче, такие большие лучше идти. Идите на интернет, смотрите, если они принимают на работу. А какие самые главные характеристики? Что нужно? Нужно быть просто, как бы, personable. Доброжелательным, приятным. Ну, как ты, короче. Вот, посмотрите на Кате, будьте таким, и вы стюардессы сразу. А еще что нужно? Нужно иметь, как бы... Получается, они всегда будут вас спрашивать, если вы не против куда-нибудь переехать. Обязательно надо говорить да. Потому что если вы старте нет, то вас не возьмут. Есть очень хороший шанс, что вы попадете туда, где вы хотите. Или даже многие стюардессы и пилоты, они живут в одном месте, работают в другом. Например, последние три года я жила в Нью-Йорке, а работала из Сан-Франциско. Трикольно. Потому что садишься, летишь на работу. То есть ты дома почти не бываешь, да? Ну, я бываю нормально. Но это видишь, как хочешь. Ну, из-за того, что ты свободная птица, ты можешь себе позволить куда угодно, это классно. Да, да. Класс. А какие плюшки и преимущества такие, бенефит? Ну, бенефит, самый большой бенефит, конечно, что летаешь... Ты бесплатно и летаешь, твоя семья бесплатна. Полностью. Можно записаться в твою семью? Да. Установи меня, да? Получается, полностью семья, мама, папа, дети и... Братья и сестры. Нет, братья и сестры не бесплатно, но тоже с дескаунтом. И спауз. А, окей. Получается, твоя партнер. Какие бенефиты? Получается, по Америке полностью бесплатно летаем. А по земной, как бы там... В другие страны? В другие страны, то таксы платишь. А, только такси, это же копейки? Да. Получается, смотря в какую страну, ну в страну, очень дешево получается. Там, в тот же Израиль 30 долларов не стоит. Но на подсадку, получается, если место есть, то летишь. А, окей, надо нуждать. Если нет места, то не летишь. Что еще бенефит? А есть какие-то такие... Бенефит, все есть. Все включено, да. Большая компания. А есть такие какие-то лайфхаки, как дешевле полететь или встать в очередь? Я не знаю, я же... А, ну да, я же не плачу. Я же не плачу. Не плачу. Тебе надо почитать статистику, сколько ты уже пролетала миль. Я думаю, можно посмотреть. И выложить, это будет такой рекорд. Единственное, что я скажу, что, как бы, не очень хорошо про эту работу. Что, как бы, мало стабильности, особенно в самом начале, как бы. Я когда начинала, у меня не было, like, set schedule, как бы. Расписание у меня было, примерно в эти дни я могу работать, в эти дни у меня не буду. То есть ты на вызове была, да? Да. Летишь, не летишь. И смотря какая компания, иногда это долго длится. Там, я сидела три года почти. А иногда, если, как бы, ну, повезет и придете в такое время, что много движения, ну, много они higher делают, то тогда, может быть, быстро начинаешь свой schedule делать. Скажи, у тебя встречаются русскоязычные пассажиры? Да, и пассажиры, и стюардессы тоже есть. Интересно, последний вот месяц я познакомилась, наверное, 4 или 5 человек, которые по-русски разговаривают. И очень интересно получилось, потому что, как бы, не ожидаешь никогда. Ну, они есть, но у нас мало. Тебя когда-то выручал русский язык на работе? Меня не выручал, но других выручал русский язык. Наверное, наверное, так ближе. У меня был один раз, я вообще в Испании была, мы же выходили на хайк. Получается, я хожу в горы, такой океан, так красиво. Звонит мне телефон, друг мой. Катя говорит, здесь какая-то бабушка русская, поговори с ней, пожалуйста. Так я с Испании говорю, с Сан-Франциско. Какая-то бабушка приехала в Сан-Франциско, пропустила свой самолет, короче, я ей помогла. Так что, да, бывает, других выручает. Это круто, это круто. Вообще, друзья, цените своими знаниями другого языка. И, кстати, то, что ты живешь здесь 27 лет и говоришь так четко по-русски, это тебе поклон и жму руку. Катя, пожелаю пожелания людям, которые просто хотят стать стюардессами, что ты им пожелаешь, и мы на этом попрощаемся. Идите и становитесь стюардессами. А, может быть, пожалеете, но, если что, можете просто бросить идти. Да, и потом не будете жалеть, что вы не рискнули. Вот это классное пожелание. Просто идите и становитесь всем, кем вы хотите. И ездите, путешествуйте. И путешествуйте по миру. Очень красиво, везде все красиво, все интересно. Здорово. Сидите на одном месте. Спасибо, Катя. Катя Соломатова, Нью-Йорк, Сан-Франциск, по всему миру живет. Илья Карифан. В описании ее ссылка на инстаграм, друзья. Путешествуйте. Делайте, добивайтесь цели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok